МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Получит около 50 тысяч россиян. Впрочем, нередко люди годами добиваются признания дома аварийным. Но чиновники их не слышат до тех пор, пока у здания буквально не обрушится стена, как это произошло, например, летом в Ростове-на-Дону. Бывает и так, что аварийным признают дом, который жильцы не хотят покидать, тщетно добиваясь капитального ремонта, рассказывает Анастасия Тищенко. Евгения Фирская и ее соседи уже две недели живут без света, газа и воды. На территории дома номер 4 в Кривошлыковском переулке Ростова-на-Дону объявлена чрезвычайная ситуация. Ну, уже есть хотим все. Поэтому вот как бы подумали, люди же бывают, делают шашлыки перед подъездом. Почему мы не можем приготовить? В августе 2020 года дом признали аварийным из-за трещины в стене. Теперь он подлежит сносу. Но далеко не все жители с этим согласны. Трещине в доме уже больше 10 лет. Все это время люди сдавали деньги на капитальный ремонт и ждали, когда начнутся работы, рассказывает юрист Ирина Якимов. О чем писали жильцы, что дом надо капитально отремонтировать. Никто не говорил, что его нужно сносить. Потому что состояние дома не настолько катастрофическое, чтобы его нельзя было отремонтировать. Заявление о признании дома аварийным подало управление жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского района, как собственник муниципального жилья. Комиссию провели без ведома жильцов. Экспертам был поставлен вопрос, можно ли, подлежит ли дом ремонту. Эксперты ответили однозначно, да, дом можно отремонтировать. Вопрос в том, на каком основании комиссия решила его снести. В экспертизе была подсчитана примерная стоимость капитального ремонта – 80 миллионов рублей. Чтобы понять, целесообразно ли это, нужна была и другая сумма – стоимость отселения жильцов. Но ее в документе просто не оказалось. Позже, когда жителям стали приходить в повестки в суд по выселению из аварийного жилья, выяснилось, что никакой муниципальной собственности у коммунальщиков в этом доме и не было. Скажите, пожалуйста, в нашем доме у вас есть муниципальная дума? Нет. Нет. Зачем тогда на суде вы заявили, что она есть? Впрочем, в суде, где жители добиваются отмены сноса, администрация города ссылается уже на другую экспертизу – внеплановую выездную проверку, которую провели на Крывошлыковском годом ранее. Она показала, что строительные конструкции дома находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Имеется трещина в цокольном фундаменте в зоне входа, вертикальные трещины в панельных стенах. Ремонту это не подлежит. Написано по результатам проверки. Местные власти предложили жителям временно переехать к родственникам или в маневренный фонд – коммуналке по 6 квадратных метров на человека. И там ждать, когда их жилье оценят и выплатят компенсацию по рыночной стоимости квартир. Некоторые жильцы согласились на такую схему. Например, Евгений Масленников. Меня зовут Евгений Масленников. Я жилец этого злополучного дома на Кривошлыковском 4, как раз вот этого второго подъезда, где, собственно, и проходит разломная трещина, и по которой опускаются фундаменты, дом садится. Дом садится, собственно говоря, в две стороны. В какую сторону он может сложиться или речь, непонятно. Но за последний период ситуация действительно дошла до катастрофической. Власти утверждают, что предлагают жителям компенсацию по 90 тысяч рублей за квадратный метр. Но далеко не всем. Одну квартиру оценили в 84 тысячи за квадратный метр. Другую – в 78 тысяч. За такие деньги, говорят ростовчане, жилье в том же районе города не купишь. Судебные разбирательства затянулись уже на два года. После касации, которая вновь признала аварийный статус законным, власти объявили на территории дома режим ЧАЭС. В связи с тем, что ваш дом определен как зона чрезвычайной ситуации в связи с угрозой обрушения, у вас наступает обязанность эвакуироваться. Силкомы не выгоняют, но создают условия, в которых невозможно жить. В конце августа дом начали отключать от всех коммуникаций. Хотя по закону, пока там проживают люди, может быть отключен лишь газ. Вода и свет должны оставаться, пока все жители не съедут. Сегодня 2 сентября, время около 8 вечера. Мы с ребенком возвращаемся с работы, с школы. Свет у нас нема. Теперь скажите, как ребенку делать уроки в темноте, принимать душ и все остальное. Отключить газ у местных служб получилось не с первого раза. Жители дежурили у дома, чтобы не допустить работников. К нам приехала газовая служба. Не спим 4 ночи. Если бы мы сейчас не выскочили, то сейчас бы нам отрезали газ. Пришлось временно лишить газа и жителей других домов, чтобы отрезать Кривошлыковский 4 от общей сети. Это ж надо было так ненавидеть жильцов Кривошлыковского 4, чтобы для того, чтобы их отключить, отрезать газ соседнему дому и не в том месте, а теперь пытаться его приварить обратно. По замыслу администрации, сколько дней человек не может мыться, сколько дней с больным желудком он может находиться без горячего питания. Как ему одеваться, как ему гладить, как ему пережить все эти стрессы. Жители записывали обращения к президенту России Владимиру Путину, устраивали акции протеста, обращались в местные СМИ. Прогресса нет. По их словам, Кривошлыковский 4 может мешать стройке нового жилого комплекса. Те, кто остается здесь без света, газа и воды, ждут справедливого решения их вопроса. Как минимум, честные компенсации. Как максимум, решение Верховного суда, который отменит снос здания. На это время они не хотят съезжать в коммуналку на другом конце города. Всего в Ростовской области признаны аварийными 857 многоквартирных домов. Жильцы бывшего общежития завода «Электроаппарат» на улице Ларина ждут расселения уже с 2015 года. А на дом номер 7 на улице Суворова местные власти обратили внимание только после того, как в ноябре 2020 года две жительницы провалились в трехметровый подвал из-за сгнивших перекрытий. Дом был признан аварийным, людей расселили. В августе 2022 года здесь начался пожар, во время которого рухнули перекрытия, а следом за ними и кровля здания. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире Радио Свобода телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной юрист коллеги адвокатов Домбровицкий и партнеры Александр Горский, которого я надеюсь расспросить о том, с какими еще сложностями сталкиваются жильцы при расселении аварийных домов. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. На ваш взгляд, чего сложнее добиться, признание дома аварийным или отбить у чиновников вполне себе пригодный дом, который они признали аварийным и намереваются всерьез его снести? Марьяна, вы знаете, и в том, и в другом случае своей сложности. Конечно же, человеческий фактор играет очень большую роль. Вот вы в начале программы обозначили, что правительство приняло закон о расселении из ветхого и аварийного жилья. Да, законы принимаются, законы у нас очень хорошие. Вы поймите, люди не изучают, не читают статьи, не читают законы. Если почитать, если читаться и изучить, то закон позволяет и дает нам большие права. Но годами люди добиваются. Годами люди добиваются почему? Потому что чиновники на своем местах по своему усмотрению, по своему пожеланию толкуют закон, по своему усмотрению и пожеланию интерпретировать его и применяют. Вот поэтому и появляются сложности, получаются сложности. И как в первом случае, так и в втором. Хорошо, а что делать, например, если ваш дом, который вполне сносный, хороший, все жильцы его любят, не хотят никуда переезжать, но его объявили аварийным, отключили от коммуникации, вот как это было в Ростове-на-Дону, и говорят, немедленно отсюда выметайтесь, мы вас будем сносить, дом аварийный. У них еще есть какие-то шансы его отстоять? Шансы есть, но вы знаете, у нас в России истина в последней инстанции – это судебное решение. И людям нужно готовиться к этому судебному заседанию, к судебному процессу. И очень серьезному, которое будет длиться не месяц, не два, не полгода. С учетом всех обстоятельств, доказательной базы, экспертиз необходимых проведений, строительно-технических, административных. То есть очень много нюансов здесь, и процесс может продлиться долго. В некоторых случаях даже два года. То же самое, насколько я понимаю, будет происходить и в том случае, если чиновники упорно не признают дом аварийным, он вот того и гляди, и разрушится, процесс может идти долго, годами, а люди будут там жить. Во втором случае, если чиновники не признают жилье аварийным, то так и так время-то идет, и ждать приходится, пока не обвалится. Почему бы это время не использовать плодотворно, подав на них в суд? Ну, как-то так. Так или иначе, это, конечно, саркастический смех. Понятно, что у людей горе, переживания, волнения, и вот все эти затраты, все эти временные, эмоциональные, психологические, очень много нюансов. Но нужно быть готовым, что как бы мы не любили свою родину, как бы мы не любили Россию, чиновники на местах еще испокон веку, испокон веку, как были неучтивыми к своему народу, как принимали решение на свое усмотрение, так и до сих пор понимают. Ну, слушайте, решение решению тоже рознь. Одно дело, когда они что-то там сделали не вовремя, и это не превратилось, не привело к смертельному исходу, а другое дело, когда, например, дом признан аварийным, в нем жить уже опасно, он буквально рассыпается по частям, а его не расселяют. Вот в этой ситуации-то что делать людям? Вы знаете, я прошу прощения, вот я расскажу один случай, у меня в практике, в судебной практике был такой случай, когда двухэтажная хибара, барак, практически барак, он кирпичный, но он настолько долгое время жизни этого дома двухэтажного, что стены, несущие конструкции, несущие стены разошлись, и люди, сидя дома, видели улицу, что происходило на улице. Так чиновники что сделали? Они его долгое время не признавали аварийным, в конце концов, не признали его аварийным, но что они сделали? Взяли рельсы с двух сторон, с угла, и стянули дом. Понимаете, представляете ситуацию, да? Стянули стены вот так вот. Так дом простоял еще, ну, почти год. В таком состоянии. Лето, осень, плюс чуть-чуть еще зиму задело, а все это время люди судились. Все это время представляли фотографии дома. Все это время... Этого не может быть в принципе, и не должно быть. Как-то так вот. Оно есть. Понимаете? Оно есть. Оно есть, да. Понимаете? И такие моменты тоже бывают. Слушайте, а вот если бы кто-то, не дай бог, погиб или получил травму из-за того, что дом настолько обвешал, а людей не расселили, то кого-то из чиновников привлекли бы к уголовной ответственности, например? Кто-то бы понес наказание? Да, на сегодняшний день это очень жестко отслеживается. Отслеживается и администрация, отслеживается и правительством, отслеживается и исполнительной властью. Но только если что-то уже рухнуло, да? То есть пока не рухнуло? Я почему говорю? Раньше могли спустить на тормозах такие моменты. А на сегодняшний день каждый такой случай отслеживается, и чиновники имеют прямое... Короче, прямая дорога на нары, грубо говоря, чиновникам. На сегодняшний день это вот так решается, очень жестко, если находят прямых виновных. К сожалению, конечно, бывает, зачастую находят стрелочников, но тем не менее статья закона есть, и она исполняется. Уголовная часть, я имею в виду. А что, если власти все-таки признали дом аварийным, по суду ли или сами, по доброй воле, но говорят, вы знаете, мы вас переселить никуда не можем, у нас нету, ну, у города, например, да, у муниципального образования нету свободного жилья, но мы вам можем заплатить, отдать деньгами, а вы там дальше сами покупайте, чего хотите и живите на здоровье. Вот это возможно, и могут власти только денежную компенсацию предложить? И как тут не продешевить? Давайте так вот, рассмотрим это с точки зрения жилищного кодекса. Да, изначально денежную компенсацию выдают собственникам. Получение жилого помещения, жилой площади, другой, да, соразмерной жилой площади, соответствующей жилой площади по всем показателям, возможно только по добровольному желанию администрации. Это для собственников. А для нанимателей взамен другое жилье. Это по закону. Если администрация говорит, мы вам можем только деньги, жилья иного нет, то вот здесь вот предоставляемая компенсация должна быть в полной мере, в полной мере компенсировать не только стоимость, рыночную стоимость жилого помещения, но и затраты на переезд, вплоть до морального вреда. Правильно, я понимаю, что должна учитываться и стоимость земельного участка под этим домом. Да, да, в обязательном порядке. Бывает, что оценивают два объекта отдельно, земельный участок и жилой дом, на котором на нем стоит. А бывает, чиновники скрывают, то есть они изымают земельный участок для своих нужд, для нужд государства, оплачивают земельный участок, а про дом забывают. Такое тоже бывает. Поэтому порой компенсация бывает в разы меньше, чем стоит дом на самом деле. Такие ситуации тоже бывают. И что делать в этом случае? Вот что делать, если она в разы меньше, чем стоимость средней квартиры такой же на рынке? Еще раз повторюсь, решение только одно. Судебный процесс. Доказать, что компенсация несоединенна, выдаваемая денежная сумма слишком маленькая, и тут же опять-таки долгий упорный судебный процесс. Доказывать экспертизы, независимых оценщиков нанимать, комплексную дополнительную экспертизу проводить, но доказывать, доказывать, доказывать. Будет решение суда, чиновники никуда не смогут от этого уйти. Неисполнение решения суда уже уголовный процесс. Все. Потратив такое время на судебные процедуры, деньги на экспертов, на юристов, сопровождающих дело, можно ли надеяться на то, что суд вынесет законные, обоснованные решения и не пойдет на поводу у чиновников, у администрации? Ведь известно, что особенно в небольших городах часто как-то судьи прислушиваются к тому, что говорят городские власти, губернатор. В региональных судах в большей степени, я вам скажу, очень даже прислушиваются. Но мы не будем говорить о старой надежде всех сюда входящих, потому как региональный суд, есть следующие инстанции, есть инстанции далее, и в конце концов люди выходят на федеральный уровень, выходят до Верховного суда. Очень много судебной практики именно в Верховном суде, которая возвращает дело для исправления и для рассмотрения по новой. Александр, правильно я понимаю, что в таких случаях, особенно если речь идет о том, когда люди добиваются признания дома аварийным или наоборот отстаивают свой вполне сносный дом, который чиновники признали аварийным, хотят у них отобрать, им нужно бы объединяться, потому что так легче будет и расходы нести, и чего-то добиваться. То есть может кто-то один от жильцов представлять интересы всех остальных, ну, грубо говоря. Вы знаете, нет, нет, нет. Вы знаете, конечно, доверенность выдать можно на сколько угодно человек, но в данном случае бывает, что если выселяют и переселяют МКД, то есть на квартирный дом, люди объединяются и подают несколько исков. Допустим, там если человек 20-30, или 40, или 50, несколько групп объединяются и подаются несколько исков. Там 10 человек, одна группа, 10 человек, другая группа, и они объединяются и подают несколько исков. Естественно, им это и дешевле выходит. И юридические затраты на представителя, и затраты на экспертизу, все это дешевле, естественно, выходит. То, что люди объединяются, и это правильно, так и должно быть. Здесь не только по затратной части им выгодно, но и уже шумиха, уже резонанс другой. Кроме того, один человек судится, один человек бьется, а тут вся толпа, весь народ встает единым фронтом. А судебная эта практика как все-таки складывается, например, в Москве? В отношении взыскания? Ну, в отношении, да. Ну, да, да, да. В отношении взыскания, в отношении переселения. Судебная практика складывается в позитивном ключе. Я бы сказал, процентов 65-70 это так вот выигрывают люди, которые судятся. Ну, чуть больше половины. Чуть больше половины, да. Потому что там зависит от многих нюансов, от того, как исты, сами жители, физические лица, как они представляют доказательную базу, как они сами относятся, какие юристы возьмутся. То есть, вот такие моменты, нюансы. А по закону, по праву, в большинстве своем, вот, вот, больше половины выносимых решений они в пользу граждан, в пользу физических лиц. Потому что и суды понимают, что здесь речь идет о жизни людей, в принципе, да. И не в целях обогащения личного люди подают то есть, а вынужденно, вынужденно идут. Их заставили это делать. Ну, грубо говоря, они проснулись утром, им сказали, вот, идите докажите, что вы не верблюд. Все. И они идут вынуждены доказывать все свои обстоятельства, все свои нюансы по своему жилью. Это же их жизнь, жизнь их детей. Хорошо еще, если проснулись утром, а дом стоит, у него только щель в стене, и потолок не обвалился, что тоже бывает, к сожалению, в России. Совершенно верно. Спасибо большое, Александр Горский, юрист коллегии адвокатов Домбровицкий и партнеры, был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачашникова. До встречи в эфире Радио Свобода и телеканала «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин